Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Надели наручники в зале суда. Руководителю агрокомбината Южный вынесен приговор. По версии следствия, обвиняемый лоббировал интересы коммерческих структур в обход других кредиторов, то есть деньги за полученный товар выплачивались только тем фирмам, которые готовы были отдавать часть суммы руководителю. Как раз в момент получения взятки директора агрокомбината взяли с поличным. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд Гомельского района признал мужчину виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной коммунии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в организациях и на предприятиях всех форм собственности сроком на 5 лет. Отметим, что переговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован. Далее к обстановке на дорогах региона. Там, к слову, неспокойно, в результате аварий не обошлось без пострадавших. Так, в Калинковическом районе накануне рано утром бесправник за рулем Митсубиси при выезде со второстепенной дороги не пропустил ехавший Ниссан Тиана. В результате столкновения 24-летняя девушка, пассажирка Ниссан, получила телесное повреждение и была госпитализирована. А в Светлогорске водитель Рено из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением и врезался в автобус. После чего легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стойку билборда. В результате происшествия водитель от полученных травм скачался на месте ДТП. Местом совершения еще одного ДТП стал Жлобинский район. На трассе М5 Минцгомель под колеса БМВ попал пешеход, переходивший дорогу по зебре. В результате наезда мужчина получил телесное повреждение и был госпитализирован. Горячая корреспонденция. В агрогородке Красный берег накануне произошел пожар в здании почтовой связи. Как сообщили в МЧС, загорелась деревянная пристройка. В этот момент отделение работало, однако посетители отсутствовали. Один человек персонала покинул здание самостоятельно еще до прибытия спасателей. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.